итак друзья сегодня стало известно что компания skoda стремительно теряет своих покупателей и опубликованы первые неутешительные результаты продаж сообщается что продажи новых автомобилей skoda в россии снизились на 4,4 процента по итогам 21 года такое падение продаж связывают с дефицитом товарных автомобилей и большими дилерскими наценками с которыми компании так и не удалось побороться причем другие марки отчитались наоборот о повышении продаж и даже дилерские допы не стали для них помехой но вот марка skoda не выдержала такой жесткой конкуренции причем со стороны именно китайских брендов но перед тем как рассказать все подробности друзья если вы хотите приобретать автомобили skoda по рекомендованным розничным ценам пишите об этом в комментариях давайте распространим как можно больше эту информацию чтобы компания skoda задумалась и обошла дилеров открыв онлайн продажи без всяких наценок специалисты автостата рассказали об итогах 21 года который для чешской компании skoda в россии стал достаточно провальным суммарно дилеры бренда продали 90 тысяч четыреста сорок три автомобиля и это достаточно хороший показатель но на самом деле это на 4,4 процента меньше чем в 2020 году многие в комментариях пишут что некорректно сравнивать 21 и 20 год по продажам ведь в двадцатом году просадка по продажам было у всех но вот почему-то большинство брендов отчитались о росте продаж по сравнению с двадцатым годом а skoda получается второй год подряд теряет продажи также доля компаний на автомобильном рынке снизилась с 5,4 процента до 4,9 процента самым продаваемым автомобилем стал skoda rapid в двадцать первом году было продано сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят экземпляров и это на 18 процентов больше чем в двадцатом году второе место досталось кроссоверу корок который достаточно стремительно набирает популярность в прошлом году было продано 19 тысяч четыреста восемьдесят семь автомобилей и рост продаж составил 25 процентов kodiaq было продано 16 тысяч двести двадцать восемь экземпляров очень плохо стала продаваться skoda octavia нового поколения в прошлые года он был бестселлером бренда skoda в россии но теперь высокая стоимость и допы сделали свое дело хотя возможно роль сыграла популярность кроссоверов и поэтому octavia теряет былую славу зато китайские бренды только наращивают продажи и уже даже на вторичном рынке спрос на них увеличился а что вы думаете по этому поводу какое будущее ждет компанию skoda в россии если дилеры так и будут продолжать уничтожать продажи своими наценками ведь многим уже известно что заказывать автомобиль и ждать его полгода и даже больше нет никакого смысла так как цена не фиксируется автомобили по непонятным причинам буквально каждый месяц поднимаются в цене очень интересно узнать ваше мнение поэтому уже жду вас в комментариях чтобы пообщаться и подискутировать также буду рад если вы перейдете на канал для просмотра других роликов и конечно приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик подписывайтесь на телеграм-канал и до новых выпусков скаф